Привет! Меня зовут Арсений Петров, вы на канале Вилсаком и в Питере вместе со мной. И несмотря на то, что погода для города на Неве абсолютно нетипичная. Сегодня солнце, тепло и замечательно. Время, к сожалению, смутное. Мы на канале уже снимали антисанкционные видосы, рассказывали вам, как обходить все эти запреты. А что, если завтра все наши айфоны, любимые сервисы и приложения превратятся в нафиг не работающий кирпич? Что мы будем делать с этим? И вы уже наверняка догадались, что в Питер мы приехали не случайно, потому что здесь находятся единственные в мире айфоны, которые, кажется, соответствуют своему времени на тысячу процентов, потому что они деревянные. Да, это немножко сумасшедший видос, поэтому располагайтесь и погнали! Вот мы и на месте. Позади меня, может быть, не самая приятная с точки зрения внешнего вида достопримечательность Санкт-Петербурга, в которой вы со мной хотели и мечтали побывать, но это сытный рынок, место, за плечами которого просто колоссально долгая, длинная и сложная история. Он был открыт спустя два года после основания Питера, в 1705 году. Изначально назывался обжорным и находился вообще не здесь. Он открывался для рабочих, для трудяк. Они сюда приходили не просто купить какие-то продукты, провизию, но еще и поесть. В основном была какая-то восточная еда, прочее-прочее. Потом случился пожар. Ну, понятно, что какой-то инспектор пожарной безопасности немножко протупил, поэтому людям пришлось сбежать. Рынок сгорел, погорело вообще, надо сказать, все вокруг него, включая корабли, которые были пришвартованы, еще гостиный двор. Ну, короче, там просто был какой-то ужас и котловище. Потом сытный рынок решили восстановить спустя несколько лет и открыли вот здесь. И все, казалось бы, ничего, но еще при Петре I центр Санкт-Петербурга перенесли в другое место, подальше отсюда, и район, окрестности, местные жители стали вроде как персонами Натграта. Типа такие бомжи, которые и без денег сидят, и грязные все. Ну, в общем, наверное, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому этот огромный, на самом деле, не такой прям огромный, но, тем не менее, две с половиной тысячи квадратных метров в рынок перестал котироваться как место притяжения таких элит, которые хотели раздобыть себе заморскую еду, заморские продукты. Да, можете пройти или что? Я хотел спросить, вы указал где-то Арсений, да? Да. Ну, просто это самое. Очень приятно. Арсений-то здесь стоит живой-здоровый. Всем, значит, люди подходят тут, смотрят, все прекрасно. А вот в 1736 году при Анне Иоанновне здесь, на площади перед сытным рынком, казнили людей. Например, обезглавили одного из князей Долгоруковых. Вот не повезло чуваку. И пока несколько веков люди покупают здесь еду, мы приехали из Москвы с деревянными рублями, чтобы купить деревянные айфоны. Здравствуйте. Можно поснимать вас немножко? Супер. Спасибо. Меня Арсений зовут. Очень приятно. Очень приятно. Да, у нас канал про гаджеты, про айфоны как раз по всей этой истории. Может, у нас... Это Эрнест. Собственно, человек, о котором я вам уже рассказывал, а это вудстор, где продаются те самые... Да, где продаются, да, деревянная техника, деревянные телефоны. Вы можете ознакомиться и что-нибудь приобрести для себя. Почему сытный рынок? Ну, потому что это такой проект, скорее, больше такой попробовать с обществом, в общем, какую-то взаимную связь сделать, ну, вот с обычными людьми. Понравится вот складной. Так, это складной. Вот складных айфонов, кстати, Apple до сих пор не сделала. Мы уже ролик выпускали о том, что надо бы давно, потому что у Samsung есть, у всех есть, у Apple нет. А вот у меня 13 Pro Max, мне бы хотелось что-то похожее на 13 Pro Max, вот чтобы прям флагман такой классный. А, вот, Max-то, вот как раз. Это вот iTunes 22 Max, как раз. Большой. Это очень большой. Очень комфортная лежит в руках. Ну, тут есть, я так понимаю, Telegram. Это открытый... Инстаграм вообще был открытый. А, это Инстаграм. Окей, хорошо. А, кстати, вот почему вот этот прекрасный молодой, я даже не могу сказать, человек? Это продавец, консультант. Это работник магазина Wood Store. Это же олень, он же лесной житель. А я вот читал в интернете, что есть какой-то айфон прям с иконками Авито и прочее, прочее. Есть такой, да, тоже? А, вот, Авито. Вот мне такой точно нужен. А это какая-то прям сложная. Это, нет, это... А, это просто, я понял. А, это... А куда они вставляются, можно вставлять? А это, я так понимаю, MacBook. Да, это ноутбуки. Но это, конечно, уже не портативное решение. Да, да, это тоже вот смартфон, такой вот стандартный. А, это... 21. Это... Это, ну, это как это, селфи. А, все, понятно, селфи. Понятно. А QR-код можно прям просканировать или нет? Конечно. И что там будет? Ничего. Ничего, все, я так и подумал. Скажите по секрету, если можете, приходят, покупают? Нет. Нет? Нет, но всем любопытно и интересно. А ребята, вот местные, как реагируют? Местные особенно, они очень нравятся, особенно вот магнитофон, он бумбок. Ну, магнитофон, он ценовая категория у него такая прям мощная. А вот я на фотке видел джипельку. Да, это есть. Она есть? Вот она. А, вот она. Вот, отлично, вот мы ее еще тоже возьмем. Мы просто как считаем, что отечественное производство, особенно исконно деревянно русское, надо поддерживать? Ну, давайте, наверное, вот с цифрами, чтобы, если мне нужно было, кому надо позвонить. А он, кстати, тонкий, он тоньше, чем тот, который с Авито. Ну, и последний вопрос. Как так вышло? Ну, вот так вот как-то вышло все. Занимались в основном у нас было вот это вот поиски какого-то, поиски вот русского, какого-то вот, работать вот с этими вот вещами, с русскостью, с какой-то национальной, ну, да, национальными какими-то вещами, которые вот переходят в какие-то мифологии уже. Ну, они поддерживают все симки русские, то есть все работает, да? Все работает, да, все окей, все так? То есть прям 100%. 100%. А у вас у самого какой смартфон? У меня вот... Есть ли вообще у вас смартфон, давайте так? А, ну, понятно. То есть, в принципе, если звонить, то вот вы вот так прекрасно... С QR-кодом как раз всегда уместно. Ну, правильно. Ну, и цена соответствующая. 15, 16, 17 iPhone, это же ни о чем. Я, значит, мечтаю теперь, знаете о чем? Накопить денег и купить себе вот этот MacBook, чтобы сесть в нем в кофейню. Сафонов, оплати. Ну, давай, деньги-то. Деревянные iPhone, деревянные колонки, деревянные... У нас есть деревянные рубли. О, смотрите. Вот такие. 10 тысяч рублей. Surprise box. Продавцам дают коробочку и говорят, меняться будем, если там что-то лежит в этой коробочке. Вы берете. Там может ничего не лежать. А может и лежать много денег. Вот вы бы на такое пошли. Я лично, конечно. То есть, если я вам сейчас эту коробочку дам, и там ничего не будет, но я все равно смогу забрать эти... колонку и iPhone. Ну, что делать, да? Шутить не будем. У нас там деньги есть. Мы вам все сейчас... Естественно, мы сейчас вам заплатим. Но это вызывает уважение, честно. Ну, то есть... Это же... Это искусство. Это реально перформанс. Это же не в деньг участие. Да, просто у нас там больше. Поэтому мы решили, что это не очень выгодная сделка. Мы на рынке. Тут принято немножко торговаться. Не прям пол цены. Ну, чуть-чуть, если вы сбросите. Вот чуть-чуть. Мы будем очень рады. То есть, с нас 64 тысячи. Я попробую вас попросить. Мы поторгуемся. Скидку 10%. Давай. Давайте. Из того и того с нас... У тебя калькулятор есть? Да, iPhone. Раз, два, три. 56. 58. Можете пересчитывать. Это не стыдно. Мы на рынке. Это бизнес. Это чистый бизнес. Только если у вас есть 400 рублей с дачи. А что это за дерево? Это... Это вот сосна. А вот это тоже сосна? Это тоже сосна из костра. А, напаленая такая. Да. Из моей дачи, в общем. А. Вот. Соседская баня разобрана. И это все делается топором. Да. Да? Да. Ну, я похож на... Человека из России 2022 года. Похож, да? После покупки мы поехали в мой отель, который был выбран не случайно. Ну, впрочем, сами смотрите. Почему? Я вам проведу быструю экскурсию по своим хоромам, по своим палатам. Мне кажется, абсолютно роскошно. А нет ощущения то, что это все бутафорское, потому что дворец Трезине – это реально существовавший дворец. То есть, его строил человек живой, он достался нам в сохранившемся достаточном виде. И как большинство замков, дворцов тех времен, сегодня он функционирует как отель. Здесь я, значит, возлегаю. Здесь я могу посидеть с кем-нибудь. Здесь я могу прихорошиться, навести муфет. Здесь, конечно же, ванная комната. Пожалуйста, покажите ее. И если она вам кажется не такой большой, то пройдите вглубь и убедитесь, что она довольно большая. Я, когда заехал днем, решил немножко вздремнуть. Происходил каитус у людей. Поэтому констатирую, что шумоизоляция в Трезине не самая замечательная. Уснуть я, к сожалению, так и не смог. От зависти, очевидно. Здесь двери. Но я, конечно же, первым делом попытался в них ломануться. Ну, видимо, там просто другие люди живут. Look at this. А вот такой прекрасный вид вам будет открываться, если вы возьмете пол-люкс в отеле Трезине. И вот я понимаю сейчас, что не случайно приехал в Питер и сходил на сытный рынок за вот этими прекрасными деревянными айтуками. Ну, потому что так написано. Айфонами. И, знаете, можно относиться к Нестеру и его работам по-разному. Воспринимать это как прикол, воспринимать это как кек или какой-то такой очень непонятный перформанс. Но мне кажется, метафора все-таки очень своевременная. Настрогал этих айфонов, телевизоров, ноутбуков бесконечное количество. Их же там не 10. Их там 80, сколько-то 100 практически экземпляров. У него же там еще под прилавком это все лежит. Вот это, мне кажется, самое правильное, что нужно оценить. В Нестере и во всех таких людях. Они взяли, потратили время, силы и сделали. Я очень много и вы наверняка художников знаю, которые типа, эти деньги, это так утомительно. А на деле, оказывается, все ради бабок и делается. По Нестеру этого не скажет никто абсолютно. Он приходит каждый день на работу в надежде просто там побыть, показать людям свое искусство. Он рад был нам рассказать о том, что... А, нет, подожди, он же спросил еще, а вы что реально покупать собрались? Он рад был, что кто-то пришел вообще, кто-то на это посмотрел, подержал в руках, заинтересовался. Он же как ребенок это все показывает. Нестеру и всем остальным художникам, творцам респект. Я от себя лично попрошу вас, ребят, пожалуйста, не пишите гадости Нестеру в комментариях, это очень некрасиво. Художник и искусство дело очень субъективное, каждый его воспринимает по-разному. Ну и, кстати, если говорить откровенно об этой колонке, где вот есть вот play, pause, пожалуйста, да, я бы предпочел, чтобы у этих подростков под окнами в час ночи были именно такие. Немного отдохнув, я решил выйти на улицу и поговорить с людьми, спросить их о том, что они думают по поводу деревянного айфона и того, что мы тут исполнили. Ну и вообще поболтать о будущем. Можно фоточку? Конечно, фоточку можно, конечно. Нужно. Мы тут что-то проверили, к сожалению, каким-то образом обрезалось интервью, камера не записала, но парни сказали, что вот эти айфоны стоят 10 тысяч долларов. Ну, окей. Переживаете по поводу того, что сейчас все остальное заблокируют, и нам реально придется вот с такими кусками дерева ходить? Да, если честно, нет, у нас есть Яндекс.Мобила, если она не закрылась. Аврора даже. Вообще. Это лучший смартфон, просто советую. Просто. У нас уже роутеры есть, скоро у нас будут компьютеры, скоро у нас мониторы на брусье. У нас будет просто импорт Apple. Все, свои собственные процессоры, вот и все. Остается понять, ты приколдесс сейчас говоришь или ты реально в это веришь? Если у нас это все запретят, то нам нужно как-то все на носовой переводить. К Xiaomi, как бы Xiaomi наш брат. Не бросит. Да. Вот еще одного встретили, нашего подписчика. Слушай, а как тебя зовут? Владислав. Владислав, очень приятно. Смотри, это колонка. Колонка? Да, JBL колонка, смотри. Усты? Да, походу, да. Но самое главное даже не в этом. Смотри, что еще есть. Пульт, да? Нет, это деревянный айфон. Вот еще, смотри, такой айфон есть с Avito. Допустим. Это высокое искусство, современное. Это вот то, что сейчас телефоны такие у нас будут. Вот, вот. В этом, собственно, и суть. Как ты думаешь, сколько стоит? Если искусство, то можно X10 делать цену, ну, допустим, тысячу рублей. Тысячу рублей? Да. 20 тысяч рублей. И вот это 20 тысяч рублей. И вот это 30 тысяч рублей ты держишь сейчас в руках. Это как, типа, современное искусство, мол, вот сейчас айфонов нет. Вот, типа, такое, да. А у тебя какой? XS Max. Поменяемся? Давай. Все, забирай. Давай, это вот тебе. Все, пожалуйста. Спасибо большое, было очень приятно. Но ты переживаешь по поводу того, что вот у нас реально сейчас айфоны в это превратятся? Нет. Янгстанцию. Класс. Радуйся того, что ты берешь русский продукт с русскими буквами, цифрами, коробки. Все русское, да, это вот приятно. То есть это не просто какой-то кринжовый товар по типу, как этот русский телефон. Ай-я-я, да. Ну вот, ну что это такое? Вот. И когда делают качественно, это очень здорово, я считаю. Я не то, что там за какую-то из сторон очень сильно топлю, но, по-моему, когда мы делаем свое производство, это здорово. Гуляем по Питеру, подошел подписчик. А как ты думаешь, сколько он стоит? Я видел подобные вещи здесь продаются из дерева, которое выловлено из реки или из моря. То есть делают из утопленников дерево. И достаточно дорого я здесь видел. Я думаю, ну, в районе где-то полутора тысяч рублей. Вот, держи. Топово? Крутая. Я думаю, звучит супер. Сколько вот она стоит, как ты думаешь? Ну, я думаю, трешку. И вот еще вот такой айфон с Авито. Вот как думаешь, сколько он стоит? Ну, такой большой, я думаю, ну, тоже где-то 3-3,5. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. Стоят эти прекрасные предметы искусства. Прикольно. Меняться будем? Боишься, переживаешь по поводу того, что сейчас все подрубают? Ты знаешь, я, наверное, ну, страх некий есть, но я все-таки больше с надеждой отношусь к тому, что все-таки, ну, что-то придумается и что-то такое случится, что будет работать. Ну, ты сейчас пришел в магазин, чем будешь платить? Картой? Apple Pay это все? Или наличкой? Apple Pay все. Нет, картой. Картой, да? Картой, да. Вот. Мир? Мир, конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Вот, я оплачиваю. Так. Смотри, сработало. Во, все. Оплачено, понял? Тема. На пути домой в Москву, сидя в поезде «Красная стрела», с шоколадкой, люкс, конечно же, дошираком, картишками, пластиковыми, 100 рублей, курочкой в фольге, с огурчиками и водочкой столичной. Не хватает на этом столе только деревянного русского айфона из Питера. Кстати, поезд «Красная стрела», в котором мы едем в СВ вагоне, это, конечно, роскошь планетарного масштаба. Он начал курсировать в 31-м году и был, по сути, первым фирменным поездом Советского Союза. Изначально, кстати, «Красная стрела» была синяя, типа, вагоны были окрашены в синий цвет. Туалеты здесь просто роскошные, чистота там пахнет каким-то ароматизатором, у меня даже дома так не пахнет в туалете. Естественно, абсолютно вылизанная, идеальная, классная. Стоит «Красная стрела», ну, на сегодняшний день около 7 тысяч рублей за СВ вагон. У вас будет завтрак, у вас будет прекрасное вежливое отношение. В этом смысле «Красная стрела» всегда была и остается, конечно, поездом номер один, ну, с точки зрения сервиса и удовольствия, которое здесь пассажир получает. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, что он подарил вам исключительно положительные эмоции и ощущения, и хотя бы какую-то легкую надежду, глядя на тех людей, с которыми мы пообщались, глядя на вот этот прекрасный деревянный айфон, какой бы странной метафорой он не являлся, что все будет лучше, чем сегодня обязательно. Не завтра, может быть, но когда-нибудь совершенно точно. Все, у меня слюни, я не могу уже просто с вами говорить, потому что... Господи... Водка бутафорская, разумеется.